а здрасте друзья всем привет улья у нас продолжается золотой колос который уже скоро подойдет к концу но пока он не подошел к концу мы продолжаем него играть соответственно часах у нас сейчас 7 44 утра и знаете что я вам сейчас покажу сейчас пойдем на наши поля и знаете что мы там увидим увидим что нихрена еще не созрела потому что потому что все эти поля которые мы засели прошлый раз точнее засеял за кадром засеивались долго потому что их нужно было пахать а пахать пахать это долго пахать этого мне культиватором 12 метровом пройтись по быструхи короче у нас нихрена не созрела на нахрена я начал серию спросите вы а потому что потому что у нас есть дела у нас есть вот такой вот паровозик прошлый раз мы не завершили контракт на кукурузу а вот он у нас такой есть что у нас вообще есть из контрактов у нас есть контракт на брус поставка точнее брус мы отвезли он скоро закончится и пропадет отсюда у нас есть контракт кукурузу который остался всего лишь два с половиной часа поэтому надо его отвозить поэтому и собственно и включились именно здесь также есть у нас поставка на щепу которую мы тоже отвезли и все круто есть на 33 часа контракт на клубничку она у нас уже зреет вовсю огурчики тоже зреют вовсю еще три часа на огурцы это у нас по моему поставка да да поставка огурцов три часа черта вот это кстати мы не выполним да и хрен с ним на самом деле тоже пропадет значит пропадет отличный комплекс не хотя уже тут плодоношение пошло огурцов уже 327 можно в принципе эту поставку тоже закрыть хотя мы собирались сначала сделать контракт чтобы посмотреть сколько останется вообще можно жахнуть контракт сейчас и на клубнику и на огурцы а уже потом отвезти на поставку сколько там сможем а можно будет и не трогать и и забить хрен ну ладно мы в любом случае сейчас начинаем именно вот с нашего паровозе к с нашего паровозе к который загружен доверху кукурузой и еще один вагон пшеницей это я вам чуть попозже покажу зачем мы его заводим наш классный паровозик смотрим куда нам надо вот это все делать вести на же дистанцию прекрасно обожаю ездить на же дистанцию соответственно эту самую дистанцию на четвертый путь заказан все маршрутики как и обычно у нас ребята на паровозе ки небольшой таймлапсе к чуть-чуть чуть-чуть погнали кататься вот контракт выполнен все прекрасно соответственно у нас осталось все вот это вот дело которое в вагончиках нагружена и мы друзья отвезем его на нашу мельницу сейчас мы туда отвезем и я вам там все покажу потому что там все круто и так четвертый путь мельница да видимо нам нужно будет задним ходом кататься насколько я понял развернуться надо ну ладно погнали так соответственно мы мотор глушим на нашем классном поезде потому что часто часто нам не понадобится соответственно у нас есть мельница и сейчас мы туда привезли немножко и давайте посмотрим что здесь вообще есть на мельнице я тоже побегал поразбирался по это самая почитал справочку все такое прочее соответственно у нас здесь есть 6 линий которые можно отдельно вот так вот включать и они будут работать и делать нам муку а также можно это все дело включить линию чтобы она фасовалась но пока этого делать не буду соответственно можно сдать завод в аренду и он будет работать и переносить нам бабло можно его сдать на 24 часа если надо больше то можно сдать еще больше соответственно это денег приносит нормально но тут не все так просто я бы не сказал что это читерство так как я в прошлом ролике сказал что это может быть и читерство нас тут есть обслуживание линий и все эти линии нужно обслуживать у них есть производительность есть ресурс и чтобы этот ресурс поддерживать нужно привозить сюда комплектующие соответственно зависимости от того сколько процентов этого ресурса мы хотим накинуть мы платим энную сумму денег это занимает энное количество времени и это требует энное количество комплектующих также из обслуживания нужно иногда проводить то линии и здесь осталось у нас 29 часов на всех линиях практически потому что я сделал это техобслуживание за кадром тут ничего такого просто нажимаешь кнопку тебя списываются деньги и завод приостанавливается на там на три часа на два часа сколько потребуется так что все очень круто мне нравится вот эта система которая сделана я вот не знаю еще не пробовал но и это логично у нас комплектующие приводится сюда они приводятся в контейнере что будет если привести сюда контейнер полностью набиты комплектующим правда придется его конечно покупать для этого купить сразу такой большой на 60 кубов забить его полностью этими самыми комплектующими и соответственно просто поставить и забыть а когда надо будет проводить то по поводу проведения того то кстати я думаю что самым правильным решением вы знаете каким делать всегда ремонт на 50 процентов то есть доводить скажем так до 30 40 процентов остаток ресурса 51 например пока не надо 64 пока не надо вот это 34 уже можно и сделать и по 50 процентов накидывать и держать вот в промежутке от 30 до 80 процентов постоянно состояние наших линий мне кажется это будет самым правильным хотя видите тут производительность тоже это понимаю падает из ресурсов крена узнает как это работает в общем то в любом случае давайте мы сейчас съездим привезем сюда все наше зерно которое у нас есть опаньки тут даже дверка открывается классно вот съездим привезем на это я уже за кадром сделаю а также привезем сюда комплектующий посмотрим как это дерьмо все работает а не съездим мы сейчас за этим сам понятно значит пока у нас занята линия мы поедем за комплектующими за зерном пока что не поедем соответственно для этого нам потребуется наш man вот он прекрасный man и погнали на нем в магазин а а Субтитры сделал DimaTorzok Да, не очень гуманный у меня способ, конечно, контейнеры сбрасывать, но какой есть, друзья, какой есть, по-другому не умею, ну просто прицеп нам этот здесь нахрен не нужен, я не сказал бы, что у меня прям круто это получается, вот, давай уже, последний штрих, хоп, отлично, ну вроде как он даже его, наверное, увидел, нет, черт, ладно, я надеюсь эти 60 тонн мы запихаем потом по земле, знаете, что можно сделать, можно просто вернуть из аренды все, что мы взяли в аренду, как вам такой вариант? Я случайно взял ненужный прицеп, маленький, вот, контейнеровоз, мы вернули, и все, теперь это дело стоит у нас просто в воздухе, гениально, и надо его пнуть, чтобы оно стало нормально, оп, вот, вроде как он должен его увидеть, на триггере стоим, и, соответственно, мы возвращаемся обратно в заводы, наша мельница, обслуживание линий, какая-то линия у нас была на 34%, вот, выполнить ремонт линий, и мы, соответственно, 50% берем, 1800 комплектующих отсюда забирается, деньги у нас, как обычно, забираются за все это дело, соответственно, эта линия сейчас не работает, в пасовке ржаной муки ремонт выполняется, осталось 4 часа, можно еще накинуть, если очень хочется, но, как по мне, это, в общем-то, нормальный вариант, соответственно, у нас из этого контейнера забралось там 1800 комплектующих, осталось еще дохренища, поэтому все нормально, так что можно будет делать вот такие вот ремонты, главное за этим не провафлить, короче, этот момент, потому что может сломаться завод вообще нахрен, типа произойти авария, и, судя по всему, с учетом того, что вот в этой менюшке у нас есть аварии заводов, и минус рейтинг идет, то это, в общем-то, ни к чему хорошему не приводит, кстати, кому интересно, у нас 127 рейтинга, и вот такая вот статистика на данный момент, а еще, друзья, что-то мне казалось, что эти линии можно усовершенствовать, но я что-то как-то, вроде мне попадалось это на глаза, а вроде как сейчас не могу найти, да, кстати, как я и говорил, тут не бесконечно можно это забивать, это на три секции делится, получается, ну, а бункер для зерна делится на гораздо большее количество секций, и что самое прекрасное, можно приехать и достать эту пшеницу, которая осталась, если она осталась лишняя, например, и это классно, да, и на всякий случай запомним, у нас 4 часа осталось до ремонта, сейчас производительность чуть меньше, чем 20 кубов в час, посмотрим, что будет после того, как выполнится ремонт, это, в общем-то, интересно, ладно, мы давайте посмотрим сейчас, освободилось, да, у нас освободилось, так что, друзья, я привожу сюда остатки того, что нам нужно сюда привезти, и мы встречаемся уже, когда у нас созреют все растения, или произойдет еще что-нибудь интересное, А, здрасте, еще раз, черт, а кому-то, кстати, нравится эта фраза, ладно, не суть важна, что я вообще хотел сказать, у нас осталось еще примерно 2 часа до выполнения поставки, и, как я говорил, мы сейчас отвезем контракт на огурцы, он у нас отводится в порт, в бокс номер 2, погнали еще глянем, на каких путях находится второй бокс, а то я, знаете ли, он у нас находится на правом пути, и это вот этот вот самый прекрасный бокс, отлично. Возвращаемся в поезд, и погнали туда, все это дело отвезем, можно ехать вон быстро, главное, со стрелками все не попутать, потому что, по-моему, в прошлый раз возили на левые пути, я уже не помню, мы сейчас отвезем, а потом будем ждать, будем ждать, сколько максимум созреет, чтобы отвезти контракт на клубнику и поставку, они у нас проводятся уже на ЖД-станцию, черт, я не перевел стрелку, она тут так была близко, и пропала в самый неподходящий момент. Возвращаемся обратно, да, я очень часто забываю перевозить стрелочки, вот такой вот я Микантара, но ничего страшного, сейчас мы отъедем обратно, да, сегодня много паровозиков, не знаю, нравится это кому-то или нет, но такая вот серия получается, много паровозиков, а на полях мы ни хрена не работаем сегодня. Этот контракт у нас не сильно большой, 275 кубов, я думаю, мы справимся, и начнем мы вот с этого вот вагончика, в который у нас все загружено, опять-таки триггера немножко кривые на ЖД в порту и так далее, поэтому иногда попасть тяжеловато с первого раза, но ничего, главное этот триггер найти, и дальше все будет путем. Так, подкатываемся, как-то вот тякот, бздынь, он попал с первого раза, представляете, какой красавчик, это радует, это радует, да, безусловно. Там места хватит, места хватит, должно хватить, на два вагона так точно. Так, первый вагон есть, 47 тысяч мы получили, сейчас мы второй вагончик разгрузим, так вот бздынь, пошел второй вагончик разгружаться, переключимся на первый. Да, работяги, конечно, тут разгружают эти вагоны, нам кажется, что долго, но поверьте, такой вагон разгрузить это не две минуты, это целый день, ну может не целый день, но ладно. Благо еще огурцы не такие тяжелые, эти коробки, которые грузчики таскают, они не надрываются. Хотя я бы задолбался, разгрузить вагон огурцов, это врагу не пожелаешь. Все, это дело у нас тоже разгружается, сейчас мы короче, так, верните мне локомотив, пожалуйста, вот он. Сейчас оно тут все доразгрузится, мы получим денежки, опять очередной выполненный контрактик, и поедем на нашу, эту самую, тепличный комплекс, да, грузится уже для выполнения поставки. Сколько сможем выполнить, столько выполним. Разумеется, все мы не выполним, но ничего страшного. Так что уже встречаемся, когда надо будет ехать везти на ЖД-станцию всю эту вакханалию. Друзья, вы просто не поверите вообще, что я сделал, я просрал эту поставку. Случайно, абсолютно, у меня тут, короче, зазвонил телефон, и пока я мотал время, я перемотал лишнего времени. В общем-то, что мы имеем на данный момент, у нас 11 часов утра, у нас стоит поезд, он загружен клубничкой полностью, вот 106 кубов в нем и есть. В принципе, сегодня ввести этот контракт не обязательно, так что, чтобы не ездить лишний раз, может быть у нас будут другие контракты еще на ЖД, мы этот поезд оставим здесь. Далее, смотрим, что у нас еще происходит, у нас растут поля, но еще они не созрели, и поэтому, поэтому, в общем-то, да, рано все это дело у нас убирать. А еще у нас есть 18-е поле, которое надо, наверное, продать, или начать его потихоньку косить каждый раз, а потом собрать и сделать силос когда-нибудь. Я все давно собираюсь это сделать, но все никак не соберусь. А также, кстати, мельница. Я туда все отвез, у нас вся пшеница, которая есть, уже перемололась. Из 60 кубов, по-моему, получилось 51 куб муки. Я ее не фасовал пока, потому что с контрактами тоже пока что все не ясно. А также продолжает у нас молоться рожь и кукуруза. В общем-то, это дело у нас продолжает работать. По обслуживанию линий у нас тоже, в принципе, все нормально, если так вот пощелкать. Фасовка ржаной муки еще час остался. По поводу ТО тоже все, в общем-то, нормально. Надо за этим тоже периодически следить. Погнали тогда на биржу контрактов смотреть, что у нас вообще доступно и чем мы будем заниматься в ближайшее время. Потому что это важно. Вот какой канулка-то красивая, желтенькая такая, яркая, пестрит, мать ее. Так, вот она наша биржа контрактов. Я уже пешком сюда хожу. Соответственно, что у нас есть? У нас есть поставка на белый рис. Кстати, у нас есть полтора куба белого риса, но поставку ради этого брать мне не особо хочется. По объективным причинам. Как-нибудь отвезем это все дело просто. Он, короче, там не сильно мешает. Вот. Далее. Контракт есть на клубнику. Целых два контракта. Время выполнения 51 час и 27 часов. Это все, кстати, можно брать. И это будет классно. Слушайте, мне нравится. Давайте возьмем клубнику. Клубника всему голова. Вот. Берем клубнику. И берем вторую клубнику. 150 кубов. У нас там еще останется лишнего, поэтому мы все это без проблем сможем вырастить. Тем более там 50 часов. Можно два урожая собрать. Если будет не хватать. Вот. Соответственно, все семь теплиц мы затариваем клубникой. И с этим мы разобрались. А также... Также, 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 также. Контракты на муку. Пора бы их уже присматривать. Правда, неизвестно у нас. Пока что неизвестно, что у нас с этой мукой. Или я вам предлагаю... И давайте так и сделаем на самом деле. Когда у нас будет нужное количество муки, какое-либо, тогда и будем брать контракты. А пока что еще тогда погнали на этот самый. Закупимся семенами и всей прочей вот этой вот фигней. Потому что это важно. Это нам надо. Вообще, на самом деле, есть у меня мыслишки купить этих семян пшеницы, ржи и... Что нам еще надо? Пшеница, рожь и кукуруза, да. Купить их сразу дохренища и не париться. Как мы это сделали с удобрением. Потому что, по сути дела, мы сейчас будем высаживать только это. Покупаем сразу семь вот этих вот штук. Тратим 350, мать их, тысяч. Вот они стоят. Короче, заберем их отсюда, когда надо будет. Вот, а по семенам, по семенам, по семенам. Соответственно, на Урале мы сюда поедем два раза. 22 минус 7. Получается 15. Давайте 5 поддонов пшеницы, 5 поддонов ржи и 5 поддонов кукурузы. Мне кажется, это будет самым правильным решением. Чтобы по максимуму все это дело отвести. Да, только надо их вот так вот в сторону. Ёп, раз это он сейчас там улетел нахрен. Да, по-моему, суперскорость здесь сейчас вообще. Это прям лишнее. Да, не это самое. Давай без катавасии. Вот так вот все это отодвигаем подальше, чтобы не мешало. И покупаем еще рожь тоже, чтобы ее было в достатке у нас. Сразу 5 штук. И тоже мы все это дело аккуратненько отодвигаем подальше. Семена нам не нужны, с семенами все в порядке. Там еще, кстати, с грунтом тоже вопрос у нас будет. Возможно, после ближайших действий на тепличках придется еще и грунт вести. Но ничего, ман это сделает. И сделает это довольно быстро. Так, и кукурузу я еще хотел. Тоже 5 поддонов берем. И все. Вот так вот. Осталось все это дело только привести. Два раза две ходки Урала и все чики-пуки. А хотя поехали сейчас. Знаете, давайте вот таймлапсик вот такой вот на этом Урале. Поедем все это разгрузим, загрузим. И все, и погнали, короче, да. Продолжение следует... Ну вот мы и приехали. Соответственно, оставляем все вот в таком вот виде. Глушим нашего этого самого Уральчика. Что у нас здесь происходит вообще? Тепличный комплекс 93%. Мотаем время. Ждем пока все созреет. У нас есть 431 куб баклажанов и 203 куба огурцов. Это много. Это, кстати, много. Надо посмотреть еще контракты. Что-то я тупанул, не посмотрел контракты на баклажаны и огурцы. Раз у нас их много. Мельница, амортизация недвижимости 24 тысячи денег. Охренеть. Просто охренеть. Все. Здесь у нас все сделалось. Соответственно, отработанный грунт мы выгружаем, загружаем нормально. Вносим удобрения. Удобрения у нас, благо, еще много. Обогащенного грунта у нас вообще почти не осталось. Поэтому надо, надо покупать грунт. Это, в общем-то, тоже не особо большая проблема для нас. Погнали засадим клубничку. Так вот, бздынь, бздынь, бздынь. Сейчас все попадает здесь и будет дохренища клубнички. Семь теплиц клубники. Это круто. Я такое люблю. Потом дети с диатезом ходят и так далее. Так, активные контракты. Что у нас по активным контрактам? Три контракта на клубнику. 28 часов, 49 часов и 25 часов. Слушайте, если повезет, если здесь вырастет дохрена клубники, можно будет потом все это одним контрактом и жахнуть. 150, 106 и 149. Как раз все влезет в один состав. Классно, классно, да. Это если здесь, конечно, вырастет клубники. Мне сейчас откровенно впадло считать. Было сколько надо, сколько не надо. Также, друзья, мы с вами знаете, куда идем? Мы с вами идем на базу. Бежим прям. Нам нужен вот этот самый ман. Или не ман. Или запустим потом Урала. Вообще, мы хотели еще биржу контрактов посмотреть. Поставка баклажаны, только поставка. 417 кубов, кстати. Можно взять поставку. А можно подождать контракта. И огурцы нас еще интересуют. Огурцов нету вообще в помине. Нет, есть огурцы, я соврал. Но тоже две поставки. Знаете что, подождем контракта. Подождем, пока будет контракт. Короче, все вот это дело у нас сейчас работает. И мы опять-таки просто ждем, пока созреют наши поля. Черт, как же долго это все дело зрело. Ну, в общем-то, созрело. 5 часов вечера. Знаете, следующий посев, короче, мы замутим утром. Точнее, посев-то мы замутим на ночь. Но уборка будет через сутки утром. Да, я решил сделать именно так. Короче, выставляем все вот это наше дело работать. Что у нас там, кукурузка созрела? Кукурузка созрела. Все созрело, значит начнем мы с кукурузы. Открываем комбайн. И погнали выставлять его на поле в работу. И, в общем-то, комбайн у нас пошел работать. Он будет работать с маном. Тут все как обычно. А мы переносимся к нашему Уралу. Вот этому вот. Который будет возить грунт. Новый грунт. Который мы сейчас побежим и купим. Это вот так работает, да. Так что этот товарищ у нас пошел работать. Пошел работать? Пошел он работать. С ним тоже все прекрасно. На тележечке все прекрасно, да. А мы побежали тогда, пока он туда не приехал. У нас есть суперскорость. Мы же бегаем быстрее, чем Урал ездит. Мы сейчас пробежимся через наше поле. Посмотрим, как там дела. Ну, понятно все. Хорошо у него дела. Мне что тут смотреть. Ман приехал, у него тоже все хорошо. Вон, погнали на садовый центр. Там у нас грунт. Сейчас закупимся по полной. 700 кубов купим сразу. Еще минус 70 тысяч денег. Да, так и живем. Так, обогащенный грунт. Сразу же 700 кубов мы накручиваем. Вот так вот здесь. Покупаем. Он у нас справа появился. Соответственно, будет ездить сюда Уралу и покупать грунт. Короче, все эти ребята будут работать. Давайте-ка вернемся опять на 10-е поле. Вот, короче, они будут работать. А мы? А мы не будем. Мы пойдем отдыхать. Что я хотел сделать? Я хотел посмотреть заводы. Мельница. Тут уже почти вся рожь переработалась. Почти вся кукуруза переработалась. В общем-то, за сутки он это все делает. И это прекрасно. По обслуживанию линий, кстати, да, вот фасовка. Нет, производительность, знаете ли, ничуть не изменилась. Она какой была, такой и осталась. Не знаю, откуда они эту производительность берут. Ну да ладно. В общем-то, тут ресурс есть. За заводом мы следим. За всеми этими ТО и так далее. Блин, а был же где-то апгрейд линий. Или это в риэлторском агентстве? Заводы? Строительство? Точно. Строительная фирма. Черт, как я это забыл. Мельницы. Смотрите. Можно заказать обновление на все вот эти линии. И соответственно, они повышают производительность. То есть у нас сейчас там 19 кубов в час. А это будет 35 кубов в час. А также повышает ресурс. Но и издержки за час работы тоже повышаются. Для этого нужно привезти туда комплектующие. И все. А может быть зря я тогда отдал вот это вот. Потому что я бы сейчас это все дело проапгрейдил. Тут соответственно требуется рейтинг. И возможно мы не до конца сможем все это придумать и сделать. Но вот эти линии я предлагаю вообще на самом деле потом проапгрейдить. Время выполнения 15 часов. Завести туда дохренищи комплектующих. Не знаю, могут ли они одновременно выполняться. Давайте вот закажем. Оплатить. Доступно только в конторе. Все понятно. Погнали в контору. Пара-пара-папа. Строительная фирма. Вот она. Как раз она еще пока что работает. Производственные линии. 23 тысячи комплектующих. И здесь тоже 23 тысячи комплектующих. Да, видимо придется их потом покупать еще много. Короче оплатить. Работа по улучшению линии начата. Сейчас она находится в состоянии ремонта. Оставшиеся до конца работ время можно посмотреть в меню обслуживания линии. Отлично. И давайте еще и вторую тоже сразу закажем. Вот. Оно видимо работает. Погнали на нашу мельницу. Посмотрим что там вообще происходит. Здрасте. Да, у нас вот это вот дело все почти опустошилось. Там вот снизу, если видите, есть F и E. Буковки. Это как топливные баки. Короче, показываются количество заполнения комплектующих. Короче, там чуть-чуть есть. В цифрах мы это посмотреть не можем в количестве литров. Но ничего страшного. Соответственно, открываем меню завода. Мельница. У нас разумеется выключена вот эта линия. Линия помола ржи. Она сама выключилась, потому что у нее производится ремонт. Обслуживание линий. Ремонт выполняется. Соответственно ресурсы будет 100%. И это тоже классно. До проведения ТОО осталось 31 час. Видимо, до ТОО тоже у нас увеличится время. И соответственно издержки за час работы тоже скорее всего повысится. Или понизится. Хрен его знает. Скорее всего повысится. Ну вот. Линия помола кукурузы. До ТОО тоже осталось 12 часов. Но в общем-то он сначала скорее всего все выполнит. Или мы закажем тоже. В следующие разы уже. Пускай в общем-то все это дело у нас работает. Соответственно, друзья. Я сейчас занимаюсь уборкой полей. Они у нас убираются. Я еще обмозгую. Может быть нам еще полей прикупить. Почему бы и нет. Раз нам надо. Или не упарываться сильно в эту уборку. Потому что времени занимает много. А покупать просто. Здесь же все можно покупать. И пшеницу, и кукурузу, и рожь. Можно купить. Причем столько, сколько вам ее надо. Можно все считать и выполнять контракты за счет этого. А на полях выращивать соответственно другие контракты. В общем-то я это все дело тоже обмозгую. Правда мы уже подходим к концу. Я думаю, что еще серии 3 у нас осталось всего. До конца этой карьеры. Если все пойдет по плану. А если пойдет не по плану, то может быть и меньше и больше. Ха. Вот так вот все. Короче говоря. Друзья. У нас работа кипит. Мы скорее всего встретимся с вами уже не знаю когда. Короче когда-нибудь до встретимся. На этом у меня все. Не забывайте про лайкусики. Сами знаете. До хренища лайкусиков. И серия выходит не по расписанию, а прям очень быстро. А если хотите смотреть все серии без ожидания, без расписания. То можете оформить спонсорку. Она стоит копейки. Будете смотреть все раньше. Плюс там еще для спонсоров отдельно у нас стримы специальные иногда проводятся. Вроде как взяли это на вооружение. Поболтушечные такие. Если кому-то интересно, то приходите. А у меня друзья на этом все. С вами был Никита Дилай. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем покаки. Субтитры сделал DimaTorzok